МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о самых значимых событиях к этому часу. Вчера отстранились, сегодня восстановили. Каджимурад Малаев вернулся к должности главврача в городской клинической больнице Махачкалы. Артефакты со времен Великой Отечественной войны, фотографии военных лет и показ этнической моды. Исторический парк «Россия. Моя история» подготовила своим гостям насыщенную программу в честь Дня народного единства. Спортивный клуб «Юниверсал Файтерс» расширяет свои границы. Накануне очередной филиал Академии единоборств открылся в Карабудахкинском районе. Каджимурад Малаев восстановлен в должности главврача городской клинической больницы Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Накануне приказа министра здравоохранения республики он был отстранен от работы. По словам помощника главврача, после того, как у здания больницы собрались сотни жителей республики, в поддержку руководителя медучреждения, разрешение конфликта лично вмешался в Рио главы Дагестана Сергей Меликов. После чего и было решено, что Каджимурад Малаев продолжит работу в системе здравоохранения на прежней должности. АПЛОДИСМЕНТЫ Такого дня рождения у меня никогда не было. Спасибо вам, спасибо. Я это день рождения запомнил на всю жизнь. Вот так вот, в Рад. Ты заслужил, заслужил. Спасибо всем. Дай вам здоровья, вашим близким, родным. Но у нас самая главная задача остается номер один. Это наши пациенты, где мы должны все внимание там уделить. Дай вам здоровья всем. Главврачи и работники городской клинической больницы Махачкалы были на передовой во время пандемии COVID-19 и до сих пор продолжают принимать больных. Также ранее Каджимурад Малаев за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией получил медаль «Мы вместе», учрежденную президентом России Владимиром Путиным. Дагестанцы заметили подорожание сахарного песка на 43%. Об этом сообщает АИФ Дагестана со ссылкой на своих читателей. По данным источника, в августе 10 килограммов этого продукта можно было купить за 330 рублей, а сейчас за 580 рублей. Повышение цен на сахар зафиксировал также Дагестанстат. Всего за одну неделю с 20 по 26 октября замечено подорожание товара на 2%. Россияне смогут выйти на пенсию раньше срока. Право выйти на досрочную пенсию в будущем году получит ряд сотрудников некоторых сфер. Среди них работники тяжелых и опасных производств. К ним относятся работники металлургических, химических и машиностроительных отраслей. Кроме того, на досрочную пенсию могут также рассчитывать медработники, учителя и артисты. Помимо этого, выйти на пенсию раньше срока могут инвалиды, россияне, работавшие в районах Крайнего Севера и многодетные матери. В список также попали ликвидаторы радиационных и техногенных катастроф и испытаний. Также этой возможностью могут воспользоваться сотрудники с большим страховым стажем для женщин от 37 лет и для мужчин от 42. Сегодня в России отмечается День народного единства. Так, в историческом парке «Россия. Моя история» в честь праздника открыли сразу несколько выставок. Изюминкой мероприятия стала передача ценных артефактов на базу музея по исковым движениям России в Дагестане. Все подробности в нашем следующем сюжете. В зале исторического парка сегодня оживлено. Здесь функционируют более 15 выставок. В основном они посвящены Великой Отечественной войне. Ее героям, историям, их судеб. По словам организаторов, это главная национальная победа всех времен. Здесь в одном ряду представители разных национальностей и их единство в Великой Победе. Увидеть насыщенную программу праздника пришли ценители патриотического творчества. Здесь много разных выставок. В частности, мы обратили внимание на выставку под названием «Герои среди нас». Здесь герои, которые сражались за нашу страну. И в частности, я только что смотрел про Евгения Петровича Куропаткова. Навел на QR-код камеру, зашел на сайт и, соответственно, про каждого из героев показывается небольшой ролик, где рассказывается в деталях, как у них бои проходили. Они рассказывают свою историю. Это очень увлекательно, это очень интересно. Самым зрелищным украшением мероприятия стал показ этнической моды, организованный техникумом дизайна, экономики и права. Дизайнеры воплотили в нарядах наследие всех народов республики. При шитье использовались элементы традиционных нарядов разных этносов Дагестана. «Праздник, где единяется, особенно в Дагестане, где очень много национальностей, где мы все одной иной семьей сплачиваемся. И хотелось, чтобы и русский костюм был, и наш национальный костюм был. И вот хотелось все это воплотить в одно целое, в один ансамбль». В отдельном блоке представлены ценные артефакты времен Великой Отечественной войны и 55 графических портретов, написанных фронтовыми художниками. С помощью выставленных зарисовок участники поискового движения России пытаются найти родственников героев войны. Стоит отметить, что экспозиция в зале исторического музея стала возможной в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Хасавьорта и руководством музея. «Это очень важный праздник, который говорит о важности единения. То есть, когда мы вместе, мы на самом деле сила. Это подтвердил подвиг Минина и Пожарского, когда, объединившись, ополчение отбило всех интервентов и всех желающих посягнуть на целостность и единство государства. Поэтому праздник важный, и надо его хранить и передавать с поколения в поколение». Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Ботлихском районе состоялся вечер нашидов в честь дня рождения пророка Мухаммада. Мероприятие посетили десятки людей, взрослые и дети, представители власти и религии. Богословы говорили о жизни последнего пророка, а известные исполнители нашидов в своих произведениях восхваляли его благородные качества. Для гостей были накрыты столы. Организатором мероприятия выступил Муфтия Дагестана при содействии медиахолдинга «Аманат» и общественности района. Каждый регион имеет свои перспективы, привлекательность и историю, какие именно сегодня обсудили в Махачкале на совещании, посвященном стратегии социально-экономического развития Северокавказского федерального округа до 2035 года. В мероприятии приняли участие представители как региональной, так и окружной власти, разработчики стратегии, члены общественных организаций и бизнес-сообществ. Здесь очень четко нужно понимать нормативную задачу принятия этого документа. Обычно стратегии федеральных округов, они такие за все хорошее, против всего плохого. И реальную задачу поставленную руководством Михаилом Викторовичем Бабичем по насыщению конкретикой максимальной этого документа, для того, чтобы он приводил к действиям, а не оставался набором общих слов. В рамках совещания говорили и о приоритетных проектах Дагестана, предложенных для включения в комплексный план по развитию Северного Кавказа. Первый заместитель премьер-министра республики Гаджимагамед Гусейнов обратил внимание на необходимость индивидуального подхода к каждому региону. Чиновник отметил, что одним из локомотивов для Дагестана может стать развитие логистического потенциала. Мы находимся на стыке всех мультимодальных видов сообщений. На стыке коридора Север-Юг он проходит через нас. Это исторический маршрут Дагестан. Исторический один из направлений шелкового пути проходил через Дагестан. Здесь, на наш взгляд, есть большие перспективы. Это аэропорт, порт, дороги федеральные. В строящемся парке «Патриот» в Дербенте установили новые экспонаты. Это два истребителя МиГ-24. Запланировано прибытие и других единиц боевой техники. На территории парка будет располагаться списанный военный транспорт, авиация, уникальные образцы советского вооружения, площадки для военно-тактических игр, а также интерактивные музейные площадки. И в следующем году мы разобьем лагерь, наши дети уже сюда приедут и будут отдыхать. Строительство парка позволит создать новые развлекательные и образовательные площадки, развить событийный туризм. Объект должен украсить и основной экспонат – экраноплан «Лунь». Работа по его переносу сложная, отметил мэр города, но обещал, что ракетоносец непременно займет свое место. Республиканский перенатальный центр присоединился к акции «Розовая лента», в рамках которой бесплатно смогли обследоваться на рак молочной железы около 70 женщин. Так, в рамках акции все желающие смогли бесплатно провериться, пройдя ОЗИ-диагностику или маммографию, а также получить бесплатную консультацию профильных специалистов. По данным Минздрава, за три года в республике выявили 1815 случаев рака молочной железы, из них почти 650 пациенток обратились за медицинской помощью только тогда, когда болезнь уже была в запущенной стадии. Напомним, что «Розовая лента» является международным символом организации и частных лиц, поддерживающих программу борьбы против рака молочной железы. В Дербенте открыли новые спортивные площадки. Теперь жители микрорайона Коса могут заниматься активным отдыхом в непосредственной близости от места жительства. Площадь территории, на которой возведены объекты, составляет 4000 квадратных метров. Предназначены они для проведения всех видов соревнований и обеспечены всей необходимой инфраструктурой. Я видел, как молодежь все эти два года вместе со мной была рядом, помогала во всех вопросах, принимала активное участие, чтобы точно так же дальше продолжали, и побольше у вас было таких площадок. Я очень рад присутствовать на открытии площадки, которые молодежь так долго и ждала. Здесь сооружены теннисный корт, многофункциональная площадка для игр в футбол, баскетбол, волейбол и воркаут. Также тут организованы бытовые помещения, чтобы у детей и взрослых была возможность переодеться и отдохнуть. Площадки оборудованы травмобезопасным покрытием. Спортивный клуб Universal Fighters расширяет свои границы. Академия единоборств, основанная в 2018 году, по России имеет уже 36 филиалов. В Дагестане команда представлена во всех 10 городах, активно подключаются и районы. Накануне очередной филиал открылся в Карабудахкенском районе. Тему продолжит Курман Рагимов. Открытие филиала клуба Universal Fighters стало для молодежи села Гурбуки настоящим праздником. В гости приехали топовые российские бойцы и грэпплеры. Рамазан Имеев, Магомед Маликов, Абдулжалил Адилов и Шамиль Магомедов делились секретами своего мастерства. Клуб будет базироваться в бывшем Доме культуры. Активисты с помощью меценатов сделали ремонт, зал оборудовали двумя борцовскими коврами. Познавать азы грэпплинга и ММА здесь будет порядка 50 спортсменов. Тренер, местный воспитанник Магомед Хан Юсупов, он чемпион России и международных турниров по рукопашному бою. Мы всегда готовы поддерживать спортсменов, молодежи. Данные открытия – это шаг вперед, значительный шаг вперед. Конечно же, я хочу поблагодарить таких активных ребят в села, как Магомед Хан и других, которые поддерживают спорт. И, конечно же, хочу поблагодарить сегодняшних наших гостей, руководств клуба. В ходе торжественной части выступили представители администрации села, духовенства и общественных организаций. Почетные гости поздравили юных спортсменов и обратились со словами напутствия. Если посмотреть историю пророка, мы видим много фактов на то, что пророк, именно такого поколения, молодого поколения, как он уделял на них внимание. Пророк, всегда надеялся на вас, на молодежь. Он верил вам, и он хотел от вас ответ, чтобы вы были физически сильными, всегда потянутыми, готовыми, чтобы защитить свою сыну, свою родину, свою веру. Открытие филиалов села в Дагестане придаст новый импульс развитию клуба. В этом уверены в руководстве Universal Fighters. Академия единоборств, основанная в 2018 году, насчитывает уже 36 филиалов по России. Это Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск и другие города. Всего по стране команду представляют порядка 5000 спортсменов. По республике Дагестан у нас по всем городам есть филиалы. И сейчас мы потихоньку будем в этих селах, районных центрах открывать филиалы, для того, чтобы молодежь на месте могли условия создавать в районах, чтобы они могли там же заниматься и потом уже подготовлены, приехать уже. То, что сегодня увидели, условия очень хорошие в этом, то, что они создали. Тренер у них хороший парень, он сам тоже является спортсменом, он заявил желание присоединиться к нашему клубу. Мы со своей стороны будем помогать им дальше, чтобы они могли прославить свой район, село Дагестан. Тренировки в новом клубе будут проходить ежедневно. Первой проверкой сил для спортсменов станут республиканские соревнования по грэплингу. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Карабудахкенский район. Трое дагестанских вольников представят сборную России на Гран-при Москвы. Соревнования 7-8 ноября пройдут в столичном дворце спорта имени Венеры Усмановой. По предварительной информации, на турнир съедутся борцы олимпийских весовых категорий из 10 стран. Цвета российского триколора будут защищать призеры чемпионата страны, прошедшего в середине октября в Нарафа-Минске. В числе участников хасавертовцы Ахмед Идрисов и Магомед Рамазанов, а также тяжеловес Шамиль Шарипов из Махачкалы. Организаторы сообщают, что турнир пройдет со зрителями. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин